Здравствуйте! В эфире информационная программа новости РФЦВНЕФ в студии Константин Перевозчиков. Сегодня в выпуске. 11 разработок РФЦВНЕФ были высоко оценены на 14-м международном салоне инноваций и изобретений «Новое время» в Севастополе. В Сарове начала работу 17-я международная конференция супервычислений и математической моделирования. Устойчивое развитие во время перемен. Под таким лозунгом в Севастополе прошел 14-й международный салон инноваций и изобретений «Новое время». Он организован при поддержке Всероссийского общества изобретателей и рационализаторов Международной федерации ассоциаций изобретателей, Федеральной службы по интеллектуальной собственности и Министерства обороны РФ. Российский федеральный ядерный центр ВНЕФ представил на форуме 11 разработок в различных областях – приборостроения, медицины, энергетики, биоинженерии и безопасности жизнедеятельности и других. Все они были высоко оценены в международном жюри. Четыре золотых медали, шесть серебряных, одна бронзовая, несколько специальных призов. А компактный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота «Тианокс» получил гран-при салона. 20 регионов России и 28 стран мира представили свои разработки на 14-м международном салоне инноваций и изобретений «Новое время». Строгому жюри предстояло определить лучших. Задача непростая. Изучить и оценить нужно было более 340 разработок, каждая из которых уникальна и защищена патентами. Как отмечают организаторы, с годами растет не только количество участников, но и качество изобретений. Авторы стремятся, чтобы их идеи были жизнеспособными, а разработки могли со временем приносить пользу в самых различных отраслях – от военной промышленности до сельского хозяйства. Российский федеральный ядерный центр «Внеев» продемонстрировал на салоне 11 изобретений, защищенных патентами РФ в области приборостроения, медицины, энергетики, биоинженерии, безопасности жизнедеятельности и других. Все эти разработки сначала прошли жесткий отбор на самом предприятии и лишь потом получили право быть представленными международному жюри. Поэтому результат потрясающий. Ни одно изобретение не осталось незамеченным. В Саров уехали четыре золотых медали, шесть серебряных, одна бронзовая, специальные призы, грамоты и дипломы и главная награда – гран-при салона. А РФ внеев по результатам участия в салоне отмечен грамотой за высокие достижения в области изобретательской деятельности. Этот форум, он пользуется уважением в изобретательской среде. Это такая серьезная площадка, где ежегодно встречаются изобретатели. Это был уже 14-й салон. Ведущий научный сотрудник РФЦ внеев Александр Ширшин, один из основных разработчиков изобретения, получившего на салоне «Новое время» гран-при, признается, что работа на форуме была напряженной. На то, что аппарат Тианокс возьмет главную награду салона, ни он, ни его коллеги не рассчитывали. Конкуренция была очень высокой. Тианокс – это компактный аппарат для ингаляционной терапии оксидом азота – НО. Оксид азота широко используется в медицинской практике при лечении и нарушении легочного кровообращения. Воздействие НО на уровень легочного давления было открыто еще в начале 90-х, а в 98-м за открытие воздействия оксида азота на сердечно-сосудистую систему была присуждена Нобелевская премия по медицине. Но, тем не менее, и по сей день использование НО в медицине сопряжено с определенными трудностями. Во всем мире сейчас оксид азота для ингаляций действительно делают химическим методом на стационарных станциях. Его заправляют в баллоны, и уже баллоны с оксидом азота доставляют к месту проведения терапии, то есть в поликлинике, больнице, кардиоцентре. Этот подход, естественно, неудобен, дорог, сложная логистика, и тем более, что оксид азота недолго хранится в баллонах, он переходит в НО-2. Все эти ограничения оказались для России настолько существенными, что у нас этот метод терапии практически не применяется. Поэтому необходимость в компактном аппарате, который бы смог синтезировать оксид азота, что называется, назрела. К разработке такого аппарата для ингаляционной терапии изобретатели РФЯЦ в НЕФ приступили 4 года назад. Своей небольшой группой они прошли все этапы – от идеи до ее реализации. Получили 5 патентов и прошли все необходимые испытания. Все началось несколько лет назад, когда Александр Григорьевич Чучалин, главный пульмоновок, академик, написал письмо. И это письмо попало в руки Виктору Дмитриевичу Селемиру, директору научно-производственного центра физики РФЯЦ в НЕФ. Он вынес это письмо на обсуждение научного коллектива. А так как НПЦФ имеет глубокие наработки в области газового разряда и техники на основе газового разряда, мы решили попробовать это сделать. Там академик подчеркнул необходимость и важность именно сейчас в создании такого прибора. Тианокс позволяет получить оксид азота прямо во время проведения терапии. При этом он не только синтезирует ЭНО, но также подает его пациенту и непрерывно мониторит эту подачу. Для работы аппарата нужно только электричество. Мы в НПЦФ разработали технологию синтеза оксида азота в газовом разряде из окружающего воздуха. В воздухе есть и кислород, и азот. Мы так подобрали характеристики разряда, что выделяем эти монеты, соединяем их в разряде. И в результате плазмохимической реакции получается нужный нам газ ЭНО. Чистый медицинский газ. Врач ставит около койки больного или около операционного стола такой прибор и синтезирует оксид азота. Более того, аппарат сам доставляет его в дыхательный контур пациента. И сам происходит отбор непосредственно перед маской пациента пробы на газоанализ. То есть врач в режиме реального времени на мониторе может видеть, какую дозу оксида азота он подает пациенту. Получившаяся разработка действительно уникальна. Тианокс – это аппарат, аналогов которого нет во всем мире. Эксперты салона «Новое время» уже назвали это изобретение прорывным. Оно может быть использовано в самых разных отраслях медицины – кардиологии, пульмонологии, при лечении абдоминальных заболеваний, ожогов, раны и так далее. И появился этот аппарат благодаря стараниям саровских изобретателей. Все эти работы, хотелось бы особо отметить, проводились специалистами НПЦФ под руководством Виктория Селемирова, Владимира Ивановича Карелина. Здесь участвовали многие специалисты, и научные сотрудники, и инженеры, и конструкторы, и работники цеха. И, конечно же, огромный вклад, может быть, определяющий вклад, я бы так сказал, в эту проблематику, в разработку этого прибора, внес Сергей Николаевич Буранов, который от начала до конца и сейчас ведет эту тему. Первые промышленные образцы Тианокса прошли тестирование в нескольких медицинских учреждениях. Предклинические испытания в Российском национальном исследовательском медицинском университете имени Пирогова были организованы под руководством академика Александра Чучалина. В Приволжском исследовательском медицинском университете под руководством профессоров Николая Корякина и Владимира Пичугина. Недавно заключено соглашение об испытаниях аналогичного аппарата на базе Центра сердечно-сосудистой хирургии имени Бакулева. Научное руководство со стороны кардиологов взял на себя академик Лео Бакерия. По расчетным оценкам, широкое использование таких аппаратов позволит сократить количество смертей на 100-150 тысяч в год и приведет к увеличению средней продолжительности жизни в России на 2,5 года. Вообще потенциальные потребители этого аппарата это блоки интенсивной терапии, отделение анестезиологии и реанимации, кардиоцентры, перинатальные центры, отделение неонтологии. Вот в неонтологии, например, одной из основных проблем является легочная гипертензия, то есть высокое легочное давление у недоношенных детишек. Вот в Америке таким детишкам в инкубатор подают оксид азота из баллонов, и это дает им время, пока сам организм не станет вырабатывать ино, продержаться и не умереть. Вот у нас, к сожалению, так как отсутствует такой оборудование, такой практики нет, и эти дети умирают. Второе, это тоже связано с детской медициной. Когда детишкам больным, так скажем, с различными сердечными патологиями делают операцию на сердце, проводят ее успешно, все хорошо, но когда выводят из наркоза, часто бывает резкая легочная гипертензия, и ребенок умирает. Нет, операция проведена успешно, а вот из-за этих побочных эффектов наркоза не удается его спасти. Тоже, если в это время он будет дышать оксидом азота, давление будет сдерживаться. Аппарат Тианокс даст шанс на жизни тем, у кого при болезнях сердца выявлена легочная гипертензия. Сегодня таким пациентам отказывают в операциях. Если во время операции, опять же, проводить терапию оксидом азота, их берут на операцию. Вот сейчас наши приборы работают в, уже работают в, так скажем, Нижегородском кардиоцентре, работают в Москве в НИИ пульмонологии, работают в центре Бакулево-Бакерии. И сейчас, вот буквально через неделю, мы повезем два аппарата в Питер на клинические испытания. Сейчас уже можно нам работать с людьми, потому что Росздравнадзор дал нам разрешение на клинические испытания. Стоимость прибора – 2,5 миллиона рублей. На сегодняшний день потребность рынка – 10 тысяч таких приборов. На тысячу штук РФИАЦВНЕЕФ уже имеет фактический заказ. Мы постоянно общаемся с врачами, смотрим наработку, они нам делают какие-то предложения по, так скажем, оптимизации прибора. И все это мы собираем, всю эту информацию, потому что все равно придется делать прибор следующего поколения, потому что конкуренты не стоят на месте. Поэтому мы всегда должны быть на шаг впереди, мы должны собирать информацию и улучшать прибор, делать следующие поколения. Аппарат «Тианокс» планируется вывести на рынок в 2019 году. Финансовая емкость рынка – 2,3 миллиарда рублей. Разработка защищена пятью патентами в России. В следующем году планируется получить патенты на внешних рынках. Первая научно-производственная конференция в математическом отделении КБ-11 прошла в 1959 году. И сразу стала популярной среди специалистов этой области. А во второй половине 90-х она приобрела статус международной. 15 октября в Центре культуры и досуга РФИАЦНЕФ начала работу 17-я международная конференция супервычислений и математическое моделирование. Программа конференции по традиции насыщена и включает в себя пленарные и секционные заседания, а также стендовые доклады. Представленная работа охватывает широкий спектр исследований в областях вычислительной гидродинамики, численного моделирования задач прочности, магнитной гидродинамики и физики плазмы, геомеханики и геофизики, имитационного моделирования в высокотехнологичных отраслях промышленности, инженерного анализа и методов распараллеливания на многопроцессорных ЭВМ. Математическое моделирование в промышленности, в разработках в разы, не на проценты, а в разы сокращает сроки разработки, в разы сокращает количество материалов и экспериментов. И вот это, конечно, сейчас задача очень важная, и поэтому, конечно, совершенно по-другому нужно инженеров готовить. Вот эти технологии приводят к тому, что система образования должна быть кардинально изменена. Вы занимаетесь важнейшим делом, которое затрагивает практически все значимые области научно-технического развития Российской Федерации. Мы, конечно, будем по максимуму помогать этому направлению, и, конечно, мы надеемся, что мы внесем с вашей помощью серьезный вклад в развитие и науки, и техники, и всей промышленности Российской Федерации. Традиционно тематика конференции включала в себя круг всех актуальных вопросов развития высокопроизводительных вычислений. Создание полномасштабных математических моделей, методов алгоритмов численного моделирования широкого круга физических процессов, создание технологии удаленного доступа к вычислительным ресурсам, проведение облачных вычислений и другие. Появились и новые темы для дискуссий. У нас предполагается большая группа, посвященная решению линейных уравнений СЛАУ. Предполагается, что в среду будет проведен круглый стол, где будут подняты проблемы решения систем линейных уравнений на современных ИВМ. С каждым годом число участников конференции растет. В этот раз со своими докладами перед коллегами выступят 126 человек из более чем 50 организаций. Специалисты двух ядерных центров, представители вузов и предприятий высокотехнологичных отраслей промышленности. Значительно расширилась и география участников. Приедут делегации из Снежинска. В этом году у нас три участника из-за границы. Из Германии, Швейцарии и Франции. Игорь Глазырин приехал на конференцию в составе делегации Снежинска. Он начальник лаборатории научно-технического отделения Всероссийского научно-исследовательского института технической физики имени академика Забабахина. Ценная конференция, потому что мы часто встречаемся на конференциях закрытых. А здесь можно послушать открытые доклады и какие новые разработки делаются. И вот интересна реакция наших коллег на то, что делается в подобных областях во всем мире. Ну и обсудить разные нюансы нашей работы. По традиции, по окончании работы будет издан сборник трудов 17-й международной конференции супервычисления и математическое моделирование. Также планируется включение сборника в электронную нокометрическую базу Российского индекса научного цитирования и опубликование на сайте научно-электронной библиотеки. Конференция завершится 19 октября. На сегодня это все, о чем мы хотели вам рассказать. Следите за новостями градообразующего предприятия на сайте www.vnev.ru и в эфире канала «16» каждую среду и пятницу в 19.45. Я с вами прощаюсь. Всего вам доброго и до встречи. Редактор субтитров А.Семкин Корректор А.Егорова